Добрый вечер, дорогие телезрители! Вновь после небольшого перерыва, который связан с отпускным периодом наших коллег, сотрудников, в эфире программа «Не пропусти главное». И сегодня мы бы хотели поговорить вот о чем. Буквально сегодня состоялись предварительные слушания по административному иску Андрея Саевича Борисова, который выдвигался самовыдвиженцем по одномандатному избирательному округу в плане недопущения его к регистрации в качестве кандидата. Что вообще в стране происходит с самовыдвиженцами? Вообще какой-то вал проходит по стране о том, что массово не регистрируют самовыдвиженцев? И об этом мы попросили прокомментировать специального корреспондента крупнейшего сетевого издания «Лента.ру» Юрия Васильева. Внимание! В эфире! Из 304 кандидатов самовыдвиженцев по одномандатным округам были зарегистрированы лишь очень и очень немногие. То есть там буквально очень маленький процент. О чем это свидетельствует? В чем причины, на ваш взгляд, вот такого положения вещей? Ну прежде всего причины, как мы с вами прекрасно знаем, в том, что сейчас голосование по одномандатным округам вернулось через очень и очень долгий период времени. Сейчас у нас в Госдуму впервые, да, вот за, скажем так, по-моему, за два цикла, если я не ошибаюсь, это голосование вернулось, мажоритарные округа вернулось. И это часть политической культуры, как мне кажется, поскольку она не была востребована долгое время ни, скажем так, ни законом, ни государством, ни, что важно от этого говорить, ни, что важно, самими кандидатами, поскольку этого механизма просто не было. Очень во многом вот то, что сейчас происходит, вот этот процент, как вы правильно говорите, действительно большой снятий, прежде всего это снятие по формальному признаку. Очень многие кандидаты сейчас просто, как говорится, не умеют в одномандатную кампанию. Это не их вина, это наша общая беда, потому что этой традиции просто долгое время не было, и она отмерла за отсутствием такой необходимости. Да, выборы это прежде всего про форму, да, выборы это прежде всего какие-то вещи четко ограничены, туда ходи, сюда не ходи, то можешь, это не можешь, это фонд, это печать на агитации, это утверждение агитации. Да, возможно, очень многие положения этого закона кандидатами совершенно справедливо, на мой взгляд, считаются то ли слишком жесткими, то ли, допустим, устаревшими. Можно об этом спорить. И давайте поспорим об этом и не только с самим Андреем Савичем Борисовым, и с людьми, которые так или иначе были причастны к процессу подготовки, скажем так, кандидата Андрея Савича Борисова в качестве самовыдвиженца. Прежде всего я хотел бы у представителей нашего юридического крыла прав ли Юрий Васильев, крупнейший обозреватель, крупнейшее, вернее, сетевое издание «Лента.ру», говоря, что выборы сейчас, в 2016 году, это вещь супер заформализованная. Ну, сложно не согласиться с этим мнением. На мой взгляд, да, многие положения очень сильно бюрократически так сложные, и освоить это самовыдвиженца довольно-таки сложно. Плюс все эти процедуры установлены в короткий период времени, который устанавливается, все их пройти, это очень большой стресс. Очень много ресурсов надо задействовать. И какие-то небольшие недочеты, да, вот тот же формализм могут свести всю эту работу на нет. Хотя народ изъявляет свою волю, что он хочет, чтобы данный кандидат участвовал в выборах. Конечно же, это, на мой взгляд, очень печально, то, что у нас законодательство в таком плане подходит к этому вопросу. Очень печально. И Юрий Васильев также сказал, Андрей Саевич, что сами кандидаты, которые пожелали зарегистрироваться в качестве самодвиженцев, они утратили ту часть выборной культуры, которая была, скажем, до того периода, когда вот мажоритарные округи, они были убраны из выборной системы в целом. Ну, вам-то, человеку, который прошел энное количество, скажем так, избирательных кампаний, Андрей Саевич? Дима, вот, все-таки сначала надо слишком, как бы мы сразу накатом на телезрителя начали сразу о проблемах говорить. Сначала надо вот, у нас же передача называется как? Не пропусти главное. Главное. Понятно, что для сегодняшнего гражданина нашей республики, избирателя, главное-то осенью это ребенку в школу собрать, там, сено накосить, огород убрать и так далее, и так далее. После отпуска, но наступает, да, правда, главное. Выбор. Выбор. Поэтому эти выборы, которые состоятся в сентябре месяце, в середине сентября, вот, они как раз-то оказались, вот, подготовка к этим выборам, особенно нас, самовыдвиженцам, оказалась просто, вот, представь себе, одна строка тогда, где мы собираем подписи, так, собираем подписи, сборщики подписи, вот, в данном случае, вот, Инна, она очень хорошо собирала, работала, подписи тогда. И одна такая строка, фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания, паспортные данные, день подписи и подпись. Вот на одну эту строку, законами, двумя законами, и плюс к этому еще постановлением ЦИК, российской ЦИК, 43 ошибок ищут. 43. Когда, как, если внимательно посмотришь вот эту строку, где все данные написаны, иногда бывает всего 90 знаков, ну, 90 букв. Точка, запятые. На каждую букву, на каждые две буквы по одной ошибке ищут. Вот формализация до невозможности была. Вот поэтому, конечно же, для тех, для тех, значит, кандидатов, самовыдвиженцев, которые первые занялись этим, то, конечно же, это сразу встречать. Не говоря уже о том, как люди подписывали это. Вот как собирали подписи. Это сама формализация довела до такого состояния, что на моем, как поддерживаемое самовыдвижение, более 70 тысяч человек подписались, поставили свои подписи. И ошибок огромное количество, поскольку требования вот этих формализированные требования до невозможности усложнены. Вот так скажем. Вот много фигурировало вот в эти дни цифра 70 тысяч. Да почему весь вот этот пакет 70 тысяч подписей, которые были собраны в вашу пользу, они не были допущены до рассмотрения в ЦИК? Почему? А это тоже по закону, по закону, они же, ЦИК же не может рассмотреть все 70, а вдруг подписались бы 150 тысяч. Если у нас время было, я почему-то уверен, что и подписались бы 150 тысяч. Поэтому специально ограничение есть. Мы сдали, у нас приняли 19214 подписей, так? Из них, значит, вот эти 19214 подписей. Минимальное количество, 18 тысяч, около 18500 голосов, подписей даже. Минимальные. Минимальные, которые должны быть приняты для того, чтобы кандидат самовыдвижение прошел и был зарегистрирован в качестве кандидата. Поэтому это законом прописано. То есть постулат, скажем так, верховенства закона в данном случае, он соблюдался не только, скажем так, а панирующим вам сторонами. Вы, скажем так, вот давайте главный вопрос такой. Андрей Александрович, вас, как деятеля, как человека, фактически обвинили в том, что вы подделали тысячу с лишним подписей. Фактически. Нет, это не меня, а моя инициативная группа. Кстати, все время путают. Все равно во главе инициативная группа живая. Да, все время путают. У меня еще штаба не было. Штаба не было. У меня была инициативная группа, которая собирала подписи. Инициативная группа. И обвинение в адрес инициативной группы о том, что подделывается, фальсификация и так далее, и так далее, со стороны моих оппонентов, даже проводя так называемые такие беглые такие съемки ребятами-хулиганами, я называю их хулиганами, которые снимали и так далее. И обвиняя в этом, конечно же, они нарушали, сами закон нарушали. Но с другой стороны, я обычно на этот вопрос отвечаю. Этого не могло быть, потому что быть не может этого. Поскольку я сам изначально, когда мы проводили обучение для собирающих подписи, главный вопрос, главный, ни в коем образе, ни капли не дать повода для того, чтобы заподозрили, мол, подделывают, фальсифицируют и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане я полностью, и комиссия, которая приезжала со стороны ЦИК, Центральной избирательной комиссии России, они же сказали, да, были нарушения. Но нарушения такие же, как по всей России, еще раз повторяю, исходя из того, что усложнена очень система сама. Поэтому нарушение. Представьте себе, значит, вот собирает, именно собирает подпись, и на этой подписи человек, который хочет меня поддержать, свою подпись поставить, для него больше пишет. И вдруг ошибка такая. Не дом, не дом один и корпус два, а буква Д, черточка, дробь два. Ошибка. Или даже проходит до такого абсурда, когда, значит, неправильно пишется, например, год рождения 1951, а у него получилось 7. Ну, человек так пишет. Опять считается ошибкой. И так далее, и так далее. Не говоря уже о более сложных ошибках. Поэтому в этом плане, значит, вопрос, который ты задаешь по поводу того, что поддел, не поддел, это придумано, это... Есть такое модное слово, инуцинация, или как-то называется так, да. Это провокация, поэтому я не признаю. И это докажет, и следствие докажет. Кстати, вот если посмотреть, вот смотрите, смотрите. Вот есть пункт второй, вот по тому коду, 43 кодов ошибок, да. Написано, подпись избирательная выполнена другим лицом, 15 человек. Другим лицом. Всякое может быть, да. То есть, вот это цифры, которые муссируют СМИ, 1300 с лишним, скажем так, недействительных данных. Недостоверных, так называю, и недействительных. А подается моим оппонентами в средствах, значит, в интернете и так далее, в разных средствах, подается, как будто вот все эти 1300, это подделки. Это есть как раз, ну, как бы подтасовка фактов. Это специально делается. 15 вот этих подписей, которые графологически выполнены другим лицом, это конечная ли цифра? Нет, это не конечная. Дело в том, что сейчас, конечно, в связи с тем, что жалоба поступила от моих оппонентов, и цифр проверял и так далее, следствие проверяет, и спрашивают людей, показывают подпись и говорят, это ваша подпись. Он отвечает, да, моя подпись. И уже 8 человек четко, ясно заявили о том, что его подпись это. Я уверен, что дальше будут заявлять так. Другое дело, почерковед, есть такой специалист, почерковед, так, который, посмотрев подпись, он сомневается в том, что это или ваша подпись, или ваша подпись. Это другой вопрос. Сомневается только. Это не есть доказательство того, что, это не является доказательством того, что, значит, подделано. И мы, я уверен, что 15 человек... Все, давайте прервемся на рекламу и продолжим сразу после нее. И мы продолжаем программу «Не пропусти главное», и как раз мы остановились на особенностях, скажем так, подписей в пользу того или иного кандидата. Игорь, как главный редактор, да, вот вы во время рекламной паузы упомянули такую ремарочку. Есть подписи недействительные, то есть выбракованные вообще, да, есть подписи недостоверные, где есть какие-то технологического плана ошибки. Вот градация-то она какая? Очень скользкая, скажем так, да? Да, я как раз недавно ознакомился с этой темой. Почему там четко определенные градации, недействительные подписи? Это, грубо говоря, поддельные, ну, в кавычках. Их вот в Андрея Саевича нашли, в Центре избирком нашел 15 штук. Он сказал об этом. Ну, как понять, поддельные мы ставим в кавычки, потому что человек мог написать, нести данные брата своего, например, испугаться огласки какой-то, да? Ну, я на скидку, я так думаю, я не юрист. Ну, всякое может быть с человеком, да? И вторая группа подписей, которые могут забраковать, это недостоверные. Вот тут уже вот огромное поле для придирок. Это не тот корпус поставил человек, у него корявый почерк, не так какая-то буква вышла, да? Ручка забракованная. Ну, мы начали с того, что вы были заформализованы. Но я бы сказал еще, эмоции хлещут через край. Вот надо отбросить, я как журналист говорю, и как сторонний наблюдатель, отбросить все эмоции и посмотреть, что остается вот нам, как избирателям, допустим. Нам, как избирателям, остается что? Мы несколько в таком проигрышном положении. Потому что самодвиженства у нас может не быть, потому что сейчас судебный спор идет. Самодвиженство может и не быть. Вот как сказал в начале журналист, что мы 20 лет этого ждали, а в итоге получили ноль, да? Можем получить ноль. Да, но тем не менее, скажем так, есть еще вот по поводу, ну давайте я буду называть вещи своими именами, да? Много говорили, что были звонки, где говорили, давайте мы за вас распишемся и так далее. То есть люди, которые были в теме сбора подписей, да? Вообще, эта ситуация, она могла на самом деле быть? Такого даже быть не могло, потому что все сборщики получили очень хороший инструктаж прошли. Мы выходили, работали с людьми. Люди, собственно, ручно изъявляли свои желания. Сборщик заполнял данные. Да, конечно, сборщик мог ошибиться, заполняя данные человека. Но тогда эта строка выбраковывалась и ниже заполнялись на этого человека новые данные. И поэтому мне крайне было удивительно слышать, когда мы хорошо отработали, услышать такой результат, что тысяча с лишним подписей было забраковано и что кому-то могли звонить. Такого не могло быть. Я когда разговаривала с людьми, они наоборот говорили, мы двумя руками за. И лишь один человек сказал, да, я вот подумаю, если Андрей Савич будет избираться, голосовать или нет, но право дать ему избираться я даю. О, Евдокия, вот наша коллега Евдокия Избекова, человек, который много пишет о культуре, говорит о культуре, показывает культуру. Вы говорили, что сама лично привели свыше 20 человек, да? Многие же ставят под сомнение, откуда 70 тысяч подписей, да, и так далее. Даже больше, наверное, потому что я работаю, ну, у меня есть проект культурной эволюции, с Андреем Савичем мы работаем вместе. Но я к своему стыду не знала, что идет сбор подписей. И узнала об этом только с интернета, с Артек, с Артек.ру. Потом это оставалось всего-то там 5 дней, что ли. И я давай мобилизовать своих, мою семью, невесток, сыновей и так далее. Пойдемте подписываться за Андрея Савича. И подписались. А почему? Почему мы подписываемся за Андрея Савича? Я дочь профессионального военного. Мой папа после окончания национальной военной школы избрал путь, профессию защиты Отечества. Он сначала был младшим командиром, потом стал лейтенантом, офицером. И в это время грянула война. И он с пятерми родными братьями, двоюродных там не счесть, они стали на защиту Родины. Почему я вспомнила это? Потому что мне отец говорил, он давно ушел уже в мир иной, они долго не проживают настоящие воины-то. Он мне всегда говорил, что в каких-то больших сражениях и в каких-то судьбоносных делах страны решающую роль играет лидер, полководец великий, который организовывает, собирает и направляет силы и способность народа на достижение победы. А в 90-х годах у нас лидером был Михаил Фимирович Николаев. И его вместе с ним были такие выдающиеся соратники Андрей Савич Борисов. И мы, якутяне, обрели веру. И Андрей Савич Борисов – это тот человек, с помощью которого мы вернули какие-то утерянные имена, какое-то утерянное нашим народом достоинство. И поэтому мы обрели волю к жизни в то шмутное время. Вот таким человеком он для нас есть. И вот я думаю, что... Покраснел Андрей Савич в этот момент, покраснел, конечно. Я не верю. Конечно, приятно служить по неирике. Но, тем не менее, избиратели Якутии были лишены в полной мере использовать свое избирательное право благодаря, допустим, вот мои коллеги, объявления, ну, определенные, скажем так, СМИ, которые говорят, товарищи, желающие подзаработать на определении фальсификатов, в пользу, допустим, незарегистрированного еще кандидата Андрея Савича Борисова, просим обращаться туда-то, туда-то. Вы нам заплатите. Вообще это этично или нет? Так это противозаконно, я думаю. Есть еще правовая оценка вот этого, да? Ну, вообще-то неправомерные, неэтично такие давать рекламные объявления. Ну, не рекламные объявления, а просто призывы, допустим. Если вы хотите там лучшей жизни и так далее, и так далее, в пользу определенных... Фактически это призыв к каким-то неправомерным действиям? Неправомерных действий, по моему мнению, было навалом, скажем так, и с той стороны, которая жалобу подавала на незарегистрированные еще кандидаты и так далее. У нас, как говорится, бумага все стерпит, количество жалоб может быть очень большое. Это тоже в какой-то мере дает нагрузку на органы, Центральную избирательную комиссию, например, и мешает нормальной работе. Это одна из тактик, наверное, оппонентов. Одна из тактик оппонентов. Вторая еще штука. Андрей Савич, к вам уже обращаюсь, да? Многие говорили, что вы использовали некий административный ресурс. Дайте мне определение, вот это административный ресурс. Это кто? Это Таня Егорова бегает по предприятиям, говорит, а ну-ка давайте-то это самое проголосуйте-ка. Вернее, подпишитесь за Андрея Савича, а то я вас премию и мишу. Вообще, что это такое? Для того, чтобы не допустить к выборной кампании своего оппонента, можно придумать все, что угодно. Но я-то предлагаю выйти на честную борьбу, на открытую борьбу. Ну, надо было меня допустить, и народ выбрал, потому что в Конституции сказано о том, что источником власти является народ, источником власти. И все законы должны были бы создавать условия для того, чтобы народ мог свободно изъявить свою волю. А мешать этому разными, со стороны оппонентов, и потом со стороны многих вот этих бюрократических разных, которые, в принципе, нужны, на самом деле нужны, но они же мешают свободно волеизъявлению-то. Поэтому, значит, я имею какую-то, видимо, силу для того, чтобы не допустить меня до выбора. И поэтому придумывается некий административный ресурс. Вообще, юридически, есть ли понятие административного ресурса, как и телефонного права? Что это такое? Это своеобразный, в свое время один из журналистов, я фамилию забыл, который выкинул вот этот такой, как бы, терминологию, административный ресурс, от этого пошло тогда. Другое дело есть, конечно, есть. Если какой-то начальник, какой-то там руководитель своим приказом или своими вот этими, значит, действиями во время рабочего времени заставляет, там требует и так далее, и так далее. Это, в моральном плане, называется это административным ресурсом. Но в законе это, по крайней мере, я вот посмотрел, нигде не прописано это. Злоупотребление в служебном положении. Это вот другое дело, это другое. Злоупотребление в служебном положении, это другой вопрос. Когда заставляют делать то, что не входит в служебные обязанности, фактически. Ну, или просить выполнять определенные действия. Это злоупотребление в служебном положении. Когда давят. То есть я начальник, вы мой подчиненный, извольте делать то, что я хочу, допустим, да? Если это выходит за рамки трудового соглашения. Так, но вот этому начальнику запрещено ли проявлять какие-то политические пристрастия? Нет. Законно? То есть вот захотел он за Андрея Савича или за другого какого-нибудь кандидата? Да, свобода выбора. Ну любой начальник же, он тоже избиратель, он же может за кого-то, за кого-то кандидата болеть. Можешь же так, да? Да личный симпатий. Другое дело, он не имеет права использовать вот свое служебное положение. Вот это вопрос. Другое дело. Самое главное это. А как любой избиратель, он спокойно может и голосовать, и, например, вне рабочего времени. Вне рабочего времени он спокойно может прийти, значит, вести какую-то координационную работу сам. Он сам, он не как начальник. Поэтому в этом плане, конечно же, вот это понятие административный ресурс, он очень страдает, страдает, назовем так, такой зыбкости какой-то, зыбкости, какой-то невнятностью, которая используется. Используется и оппонентами, и для того, чтобы не допустить, я еще раз говорю. Еще раз очень коротко. Мы идем по нарастающим. Андрей Савич, вот было определение. Хорошо, что представитель исполнительной власти республики Андрей Савич Борисов пошел на выборы в качестве кандидата самовыдвиженцев. Это соответствует действительности? Я не являюсь государственным служащим. Мой статус, государственный советник республики Саха-Якутия, это не госслужба. Это прописано в указе и постановлении. Поэтому я в этом плане не являюсь государственным служащим. Это надо очень правильно понять. Такой же статус имеет в Татарстане Ментимир Шаймиев, извините, но Ментимир Шаймиев величайший политик нашего времени. Поэтому это ни в коем случае не есть госслужба. Но это даже не советник главы республики, который является уже государственным служащим. Вот советник как раз, он советник это госслужащий. Советник главы. Главы Эльдархана. Поэтому я там, я не беспартийный. Сейчас чуть в прошедшем времени приходится говорить про меня в прошедшем времени, пока в прошедшем времени. Надеюсь суд примет наши доводы, аргументы и меня восстановит. Надеюсь очень-то. Если Верховный суд республики не восстановит, то я пойду на Верховный суд России. Почему? Потому что те более 70 тысяч человек, которые подписались за меня, я уже перед ним ответственен. Да. Они поверили меня. Давайте сразу после нее. Про ответственность и про нравственность. Мы продолжаем, продолжаем программу «Не пропусти главного». И сегодня, ну, пришло время рассказать обо всем, о всем, что произошло во время подготовки к выборной кампании Андрея Саевича Борисова. И мы остановились на том, что мы оказались немножко обделенными, что ли. И вот давайте о доле обделенных, и вот такие, мы хорошо с вами начали. Ну, впервые, да, вот за эти годы, за 25 лет, да, я впервые задумалась о том, что я, моя семья и вот те, которые подписались за Андрея Саевича, пойдем ли голосовать? Потому что не из кого. И как бы с нами обошлись очень нехорошо. Очень нехорошо. Мы же, я вообще верю, что все 70 тысяч голосов, вот эти люди подписались искренне, искренне, веря в него, потому что нет второго такого лидера сейчас на данном этапе. Действительно же так. Вот. И теперь, и теперь вот получается, что нет Андрея Саевича, вот нам предлагают вот этого, 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 этого. Но я им не верю. Не верю. И пойду ли я голосовать? Первый раз, между прочим. У меня такие сомнения. Первый раз. Дима, я думаю, что голосовать надо идти обязательно. В каком смысле? Вот у человека, когда он рождается, у него же он не выбирает, когда родится, да? Он родителей не выбирает, он не выбирает даже, часто он не выбирает даже жену, потому что влюбился. Любовь это всякая, случайная. Не выбирает, мы в свое время даже свою профессию не выбирали. Так получалось, что мы шли, ну, поступили тогда. То есть, в этом плане, у человека наступает момент выбора. Самый главный момент – выбор. Так? И одним из главных выборов – это выборы, значит, вот как раз законодательное собрание Госдумы. Поскольку пять лет жизни законодательно будет сформулировано теми депутатами, которые будут. Поэтому это один из самых ответственных моментов – выбор Государственной Думы. Даже это, иногда, я считаю, что даже это больше, чем выбор просто там главы и так далее. Поскольку огромная страна, огромные проблемы. Сейчас наступает то время, когда наша страна, Россия, переформатизируется. Наступают новые времена. В это время нужны люди, которые бы шире думали бы, шире понимали бы проблемы всей России. И в этом плане эти выборы, они, вот как раз вот программа, как называется? Не пропусти главного. Это главный момент. Поэтому, Евдокия, несмотря ни на что идите на выборы. Выборы-то когда состоятся? Кто знает из вас? 18 сентября. Спасибо. Вот 18 сентября состоятся. Не пропустите главное. Не, ну, Андрей Александрович, в принципе, рано же говорить, что выборы состоятся без вас еще. То есть, есть какой-то определенный, может быть, проблеск надежды, да, такой позитивной такой надежды, что все-таки, ну, не то чтобы справедливость, а людям дадут выбрать из большего количества участников вот это, а не только из представителей вот этих скучных партий, которые сидят и дебатируют иногда очень на такие темы. А с такими личностями, как Андрей Александрович, я уверен, процесс выборов, сам процесс выборов, он был бы намного, ну, не то чтобы веселее, он живее был бы, да, живее, человечнее. Настоящие. Настоящие, может быть, да. Почему я всегда в вашу сторону смотрю? И, Игорь, ты говоришь, что процесс пошел в обратном направлении. То есть, не из 309 вот эти 13 допущены только, да, а уже создаются прецеденты. Ну, может быть, власть почувствовала, что переборщила, но, скорее всего, они просто в судах доказывают свою правоту. И Андрей Исаевич выбрал единственно верный путь же, доказывать цивилизованным способом через суд свою правоту. Я ознакомился с материалами дела. Там есть разночтение в двух основных выборных законах. И вот, в принципе, он, и чаша весов вполне может склониться к его пользу. А вот ты говорил про административный ресурс, то как раз, ну, административный ресурс есть у всякого маломальского начальника даже. Ну, то есть, у кандидатов или претендентов бывают финансовые ресурсы, административные, там, медийные, возможно, какой-то, если, да, людские ресурсы. А в данном-то случае мы что видим? Не у Андрея Исаевича, скорее всего, административный ресурс, а вот в руках оппонентов, которые как дубиной размахивали, да, и своего добились, да, полдела сделали, добились отмены регистрации. Так ведь они, они же писали жалобу Ильи Памфиловой. Ну, жалобу, скажем так, писали. Но вообще, оказалось ли, коллеги, республика готова к применению вот этой самой дубины, да, которую в самом начале, еще задолго до начала вытащили, да, и начали вот так вот, как истинем, крутить над головой, да, то есть, лучшее оборона это нападение, а никого не допустим, кроме тех, которые... Вообще, оказалось ли республика вот готовой к таким вот... Ну, я бы не сказал, что они сильно уж чистые технологии. Ну, есть вот, я начитался за это время разной литературы, так, пиар, как пиар, технологии и так далее, так далее. Главное, главное вот, я хочу вот, чтобы телезрители и избиратели поняли. Значит, всякого рода технологиями, черным пиаром воздействуют на общественное сознание. На общественное сознание. Общественное сознание воздействует. Через средства массовой информации, через разные, значит, инициации и так далее, через разные вот такие примеры такие. Но я более чем уверен, что на сознание народа, на народное сознание невозможно подействовать разного рода, значит, технологиями. Потому что я уверен, что у нашего народа, у народа в нашей республике есть очень правильная нравственная позиция к выборам, ответственная позиция к выборам. Поэтому все эти, значит, игры, технологические игры вокруг выборов, они сразу отпадут, когда 18 сентября придет избиратель, народ придет, проголосует за того или иного кандидата, и там произойдет главное. Это главное, которое я называю свободное волеизъявление народа. Но тут еще нельзя упускать тот момент, что цикл, да, придется перепечатывать бюллетени. Это лишние расходы, да, в случае вашего восстановления, Андрей Саевич. Это такая же тоже, ножницы тоже, а с одной стороны упираешься в это, да, а с другой стороны в это. Только здесь не уместят, наверное, таких глобальных вещей. Реально, нет, ну, перепечатывать же придется. Ну, вообще надо... Турк здесь не уместят, как говорил Стэп Бендер. Ну, перепечатают, они все сделают, и всякое бывает. Это в этом плане, конечно, я еще не могу сейчас предположить вот твое беспокойство, да. Но самое главное, надо жить по другим законам, по позитивным законам, по оптимистическим законам. Вот Татьяна, вот Татьяна Егорова, вот, оказывается, вы пригласили ее. Я понял, почему вы пригласили, потому что в свое время, вот, про нее-то знает почти, можно сказать, весь мир. Более ста... Сколько изданий-то про вас напечатали? Ну, честно говоря, мы не считали, но самые первые мировые таблоиды, там, включая, там, BBC, CNN, там, все американские СМИ-издания, вот, писали, ну, про нашу акцию, говорили об этом. И более двух месяцев все-таки наша акция, ну, случилась так, что она держала вокруг себя внимание. И, ну, вот, вообще, если сравнивать ситуацию, которая сложилась вокруг, ну, вообще, ну, скажем так, вот, сбора подписи Андрея Савича нашей, да. Ну, вот наша, она отличалась, акция именно, вот, конкретно я говорю, Оскар для Лео, она все-таки привлекла внимание, скажем так, всего мира, потому что это была... Ну, я очень много думала, да, вообще, что произошло и почему так было много внимания. Потому что это была очень, ну, скажем так, такая нестандартная ситуация вообще в СМИ-лентах, да. То есть там вокруг теракты, там войны, там какие-то катаклизмы, там сосульки на кого-то падают, какие-то эпидемии, да, страшные. То есть вот такая обширная идет, ну, скажем так, волна негативной реакции. И между всем этим, да, вот такой вот позитив, да, там абсолютно нет никакой политики, абсолютно нету никакой там подтасовки. Вот настолько искренне, да, вот эта вот была волна. И вот благодаря этому, мне кажется, она привлекла внимание. А вот, допустим, что творится вот на данный момент, да, ну, по крайней мере, творилось... Потому что тут творится политика. Да, тут творится политика. Политика, которая по очень меткому определению, да, она является, ну, какой-то узаконенным обманом. Нет, самое меткое определение политики сказано вот такое вот. О том, что, значит, депутат думает о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующих поколениях. Поколения, да. Понятно, да. Если ты думаешь о следующих выборах, как бы избраться тогда, да, то ты, конечно, начинаешь использовать технологии и так далее, и так далее, и даже черный пиар и так далее. А когда ты думаешь о следующем поколении, как можно воспитать поколение на таком, на негативе? Надо на положительном воспитывать. Даже те же самые выборы, они должны быть оптимистичны, они должны быть, они должны, эти выборы должны обязательно проявлять лучшие чувства, лучшие качества и избирателей, и кандидатов, и избирателей. Вот поэтому в этом смысле, вот то, что Татьяна Егорова провела такую пиар-акцию, и мы же все были очень, все болели, вся республика болела, чтобы вот этот наш аллей, похожий на Оскара, дошел до Ди Каприя. И также пусть сделаем так, господа, товарищи, дорогие друзья, сделаем так, чтобы вот эти выборы, наоборот, дали нам силу, дали нам опору, веру дали, надежду дали, новую Россию дали. Я более чем уверен, что Россия сильна нами, людьми, которые честные, патриоты, людьми, которые несут ответственность за судьбу, за будущее своей республики и за Россию. В этом смысле эти выборы должны, наоборот, поднять народ, а не, наоборот, отпускать и между друг другом провести такую. А для этого простое условие надо, просто выйти честно на выборы, пусть побеждает, пусть становится настоящий, подлинный избранник народа. То есть вы конкуренции не боитесь? Нет. А в чем конкуренцию вообще, вот в данном контексте? Что для вас вот политическая конкуренция? Это самые простые, вот я уже пример привел, надо думать, надо думать не о том, как, как бы быть избранным. Вот я серьезно говорю, я еще раз говорю, я не претендую на власть, я не претендую на власть и я на законодательную власть. Странное, да? Странное высказывание. Мне не власть нужна, мне нужна возможность, которая бы дала бы, это возможность, это так, как бы, условия, которые создают депутатский мандат. Вот что нужно мне. Мы вернемся ровно через две минуты после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. И вы смотрите завершающий блок программы «Не пропусти». Главное, где Андрей Исаевич Борисов пришел таки в студию и решил рассказать обо всем, что он думает про складывающуюся ситуацию. Он не теряет надежды, я за это его очень ценю и уважаю. И в завершающем блоке хотелось бы все-таки навести некую лирику. Да, все вокруг желтеет, то есть листва желтеют, средства массовой информации желтеют, желтеют даже какие-то приемы и технологии, которые применяются в ходе вот этих непростых очень дней до 18 сентября. Ну, останемся оптимистами. Будем больше какого-то такого розового что ли оттенка, ну не знаю, такого жизнерадостного. Все-таки давайте вот жизнерадостный пускай завершающий блок будет, да, товарищ Андрей Исаевич? Я вот хотел спросить, а почему у нас, у нас же прямая передача же? Да. Значит, название «Не пропусти главное», да? Не пропусти главное. У нас прямой эфир абсолютно сейчас 21 час 45 минут, но мы не берем телефонные звонки по той причине, что время-то такое, опять еще раз повторюсь, все юристы скажут, вдруг человек, который пожелал бы выразить свою симпатию Андрею Савичу, спросил бы, а что ты думаешь про действие имерека такого-то, который является, ну, скажем так, противоборствующей политической силой, да? И на данный вопрос нельзя не ответить, не нарушив каких-либо определенных законов о выборах тех самых. Кстати, вот эти два закона, у них очень такое разночтение, что ли. Вот говоришь же много о нотариально заверенных подписях. Все думают, что, вообще, очень многие думают, что вот инициативная группа Андрея Савича Борисова подделала 1300 подписей. Оказывается, недействительными, недействительными, а недействительными оказались 15, из которых 8 человек подтвердили все-таки свою подпись, да, после уже рассмотрения. Как бы два закона. Один закон, это 20-й, ФЗ 20-й, это закон о выборах в Государственную Думу. И второй, 67-й, об основах, значит, основах, основы, основы избирательного права. Ну, начиная от самого верхнего Госдумы и завершая самыми такими уровнями, избирательным уровнем. И так, и там, значит, конечно же, есть одно, я считаю, главное разночтение. В одном написано, в 67-м законе, не написано о том, что мы должны будем принести подписи сборщиков, заверенные нотариусом, не должны. А в другом законе, 20-м, написано, что мы, сборщики подписи, должны обязательно заверять свои подписи у нотариуса. Вот как бы разночтение. Ну, юристы, одни юристы говорят по одному, что это верховенство закона 20-го, одни говорят 67-го и так далее. Я не совсем такой специалист по юридическим направлениям, но кое-что я понимаю, поэтому я могу тоже спорить на основе юридических каких-то постулатов таких. Но это, а кстати, мы же хотели о лирике, лирические же завершения. А чем, скажем так, процессы разночтения тех или иных существующих законов, они не являются лирикой? Об этом же можно целые поэмы слагать, я так понимаю. Сатирические. Сатирические? С моей стороны, лирика очень простая. Я очень-очень благодарен тем людям, которые поддержали, больше 70 тысяч подписей, которые поддержали мое самовыдвижение, мое желание, чисто мое даже духовное желание. Способствовать, опираясь на мой опыт, знания, не побоюсь это слова, силу, которую я чувствую, опираясь на, чтобы меня поддержали. И меня на улице встречают и говорят, как так произошло, почему так произошло, что нам дальше делать, говорят так. Я говорю, что надежда никогда не умирает. Есть же присказка-то, надежда умирает после. Надежда никогда не умирает. Поэтому будем бороться, будем добиваться. И я очень надеюсь, что, по большому счету надеюсь, что я приду на путь борьбы за депутатский мандат. Очень думаю, что я выиграю. Вот это есть лирика или пропаганда? Я не знаю, что это. Это может хоть агитацией считаться, будь вы действующим кандидатом, Андрей Саевич, и сидели бы тут на платной основе в качестве участника предвыборной агитации. Но дело в том, что все-таки в завершении нашей сегодняшней передачи, мне хотелось бы сказать, очень многое зависит от состояния, от грамотности, от правовой грамотности народа, которая в суперсложном даже для юристов, как многими обозревателями, в том числе и столичным было сказано, в избирательном законе, могут разобраться досконально. И не следуя волне, которую нагнетают СМИ и другие источники, WhatsApp и прочее, кстати, интернет это отдельная тема, влияние интернет на общественное сознание, думают, что массово сторонники Андрея Саевича Борисова подделывали подпись. Я еще раз говорю, может и нацелена была эта передача на то, чтобы развеять. Все-таки 15, которые официально ЦИКом признаны недействительными, 15, не 1340 подписей являются поддельными вообще. И нужно повышать, я так думаю, в том числе и правовую грамотность. И хорошо, что существуют такие издания, нужно бы какие-то там призовые конкурсы что-либо устраивать, чтобы люди массово покупали и просвещались в этом направлении, в том числе и в избирательном праве. Чтобы 100% могли использовать свое право, быть избранным в том числе и выбрать. Я хочу надеяться, что наша передача, она в какой-то мере, ну как просветительскую работу свою, миссию свою выполнила, в какой-то мере. Чтобы избиратель понимал, что есть законы, есть технологии, есть ошибки, которые мы сами совершаем. Есть ошибка, когда собираются подписи и так далее, и так далее. Но главное, еще раз хочу сказать о том, что все вот подписи, которые собирались в мою поддержку, они подлинные, достоверные, настоящие. И мы это докажем. Да, ошибок много. Ошибок много, еще раз говорю. Но мы это надеемся на суде. Ошибок не делает тот, кто ничего не делает, Анна Висович. Только лишь у того, что сидит сложа руки, ничего не делает для того, чтобы улучшить, по крайней мере, жизнь. Только тот не может совершать ошибки. Тем более таких технического плана. Эти ошибки, наверное, формальные, технические. Но я и говорю. Но не поддельные. Гоголь же говорил, на вещь нельзя смотреть с одной или двух сторон. На нее надо смотреть со всех четырех сторон. Сейчас как раз такое время, когда каждый избиратель, тем более мы, журналисты, и другие, которые так или иначе участвуют в этом процессе, должны напрочь отбросить все эмоции и смотреть действительно, что происходит на самом деле. Мы видим, что ЦИК нашел какие-то недочеты, промахи. И Андрей Исаевич завтра будет отстаивать свою правоту в суде. Можно небольшую реплику по этому поводу. На мой взгляд, весь этот процесс, который сейчас происходит, если Андрей Исаевич не восстановит регистрации, будет отток на выборах. То есть люди уже считаются обманутыми. Они захотели, чтобы кандидатом был Андрей Исаевич, но по каким-то фактическим техническим ошибкам его кандидатуру не регистрируют. То есть это уже какой-то идет обман. Народ этого желает, государство отказывает ему. А выборы это же есть, выбор народа. То есть в этом плане уже можно судить о каком-то небольшом оттоке избирателей, которые просто уже не будут верить в систему. Если эта система так поступает. Ну прогнозы делать на самом деле дело очень неблагодарное. Да я просто поражаюсь тому, что Андрей Исаевич уверен, несмотря на возраст, несмотря на весь прошедший опыт и так далее. Он уверен в своих силах и с открытым забравом, можно сказать. Он не является на текущий момент действующим кандидатом, так что можно по недельке ему говорить бесконечно сегодня. Но у нас время эфира все-таки ограничено. Спасибо, Андрей Исаевич, что согласились провести довольно открытый такой разговор с нами, где были бы вопросы не приглаженные. То есть я еще не в полной мере наших собравшихся людей пошокировал. То есть я не спрашивал ей, ну допустим, действительно ли вы подделывали подписи в пользу Андрея Исаевича. Хотя это было бы некорректно. Но, тем не менее, разговор состоялся. Я думаю, что в свои времена, поскольку сегодня еще раз говорю, был подан административный иск со стороны Андрея Исаевича Борисова. И завтра будет рассмотрение Верховного Судей Республики. Это была программа «Не пропусти главного». С вами был Дмитрий Аргунов. И сегодня тема была такая, что вот пришло время рассказать обо всем. Андрей Исаевич пришел и рассказал. Увидимся через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...